Привет всем тем, кто смотрит и слушает это видео. С вами Гаред. Я веду Лигу прогнозов на форуме русских шпор. И такая ситуация сложилась, что некоторые игроки, в том числе и я, считают, что та система, которую мы сейчас используем для подсчета очков в прогнозах, она довольно тривиальна и, в принципе, малоинтересна. В связи с этим я решил попробовать создать другую систему подсчета, которую и как раз покажу вам в этой презентации. Для начала, что мы имеем на данный момент, как мы рассчитываем прогнозы сейчас. В каждом туре у нас имеется список матчей, которые каждый игроки прогнозирует. За правильно угаданный исход мы даем 1 очко. За правильно угаданный счет 3 очка. Ну и, соответственно, 0 очков, если ни исход, ни счет не были угаданы верно. Таким образом, зная, в конце концов, каждый результат каждого матча, мы начисляем игроку те самые очки. Как я уже говорил, 0 за неверный исход или счет, 1 за угаданный исход и 3 за угаданный счет. Затем эти очки мы суммируем и получаем, соответственно говоря, вот, общее количество очков, которые игрок получает. И так из тура в тур. Затем очки, соответственно, складываются и отправляются в общий зачет. Система простая, в принципе, да, и... Ну, зато она не так интересна. Я попытаюсь предложить что-то более новое. Первым нововведением в данной системе будет так называемый рейтинг. Рейтинг будет у каждого матча. И для каждого матча он будет отдельно. Рейтинг, по сути говоря, будет показывать, насколько тот или иной матч оказался труден или легок прогнозированный. Чем больше людей угадало исход и счет матча, тем его рейтинг будет ниже. И тем меньше за него будут получать очков игроки. Верно и обратно. Если игроков, которые угадали исход или счет матча, мало, его рейтинг поднимается, и каждый из этих игроков получает больше очков в свой зачет за тура. Собственно, сама формула выглядит вот так. Бетс — это числитель у нас количества ставок на этот матч, то есть, грубо говоря, игроков, которые на этот матч ставят, а в знаменателе у нас сумма, которая состоит из количества исходов всего угаданных этими игроками для этого матча, плюс количество правильно угаданных счетов, помноженных на три. Почему на три? Потому что даже по нашей схеме, которую мы сейчас используем, любой счет, он как бы в три раза дороже исхода, что, в принципе, логично. Итак, давайте попробуем привести пример. К примеру, у нас было сделано всего шесть ставок, то есть, шесть игроков поставили на определенный матч. Двое из них угадали его исход, и один угадал, соответственно говоря, его счет. В данном случае рейтинг, рассчитая по формуле, мы получим равным 1,2. Итак, попробуем привести еще один пример. Было сделано семь ставок, три исхода угадана, и было угадано два счета. В данном случае рейтинг составит 0,7,7,7,7, в общем, куча семерок, а в конце еще и будет восьмерка. Ну, соответственно, в данном случае, для того, чтобы проще рассчитывать, мы это число округлим. Но округлять мы будем любые числа в рейтингах всегда только вверх. То есть, соответственно, если будет, допустим, даже 0,4,4,4,4, все равно будет не 0,4, а 0,5. Это сделано для того, чтобы, ну, в общем-то, динамика очков была больше, чтобы очки было зарабатывать не так тяжело. На самом деле не слишком сильно влияет, но вот я так посчитал, подумал, что вот так вот будет лучше. В любом случае, все это пока корректируется, тем не менее, мы продолжим. Итак, мы теперь будем давать 10 очков вместо 1 за угаданный исход, 30 очков вместо 3 за угаданный счет, ну и также дырку от бублика, если игрок не угадал ни исход, ни счет. Это сделано тоже в связи с тем, чтобы вот просто было удобнее считать окончательные очки. Ну, как видите, рейтинг число дробное, десятичное, вот, поэтому... Итак, ну и, собственно говоря, имеется рейтинг, имеются очки, которые вот начисляются за угаданный исход и счет. В конце концов, мы получаем нехитрым способом, а именно умножением, вот количество очков за каждый матч. То есть это будет 10 или 30 или 0, в зависимости от того, правильно ли вы угадали и вообще угадали ли что-либо, умножить на рейтинг. Итак, пойдем дальше. Еще одним нововведением, собственно говоря, пока что последним, но, тем не менее, сам, наверное, интересным, будет серебряная ставка. Что это такое? Один раз за тур вы можете на одну из своих ставок сделать серебряный. Только одну, но любую, по вашему усмотрению. То есть, из, к примеру, 10 матчей, на которых вы поставили, один из них вы сделаете серебряным. Что это вам даст? Это даст вам удвоение очков за этот матч. То есть, если вы угадали его исход, он будет умножаться, там, 10, примерно, на 2, ну, и умножить на рейтинг, естественно. Если вы угадали, собственно говоря, сам счет, то это будет 30 умножить на 2, ну, и умножить, естественно, на рейтинг. Попробуем привести пример. Рейтинг одного матча 1 и 2. И вы, к примеру, сделали ставку, угадали его исход. Соответственно, получает 10 очков. Нехитрым способом мы вычисляем, что общее количество очков для данного матча у вас будет 12. Но вы ставите серебро на него и получаете в 2 раза больше. 24. Еще один пример. Рейтинг матча 0.9. Вы угадали его счет. Таким образом, вы получаете за него 27 очков. Но вы ставите серебро и получаете в 2 раза больше. 54. В принципе, что касается серебряной ставки и рейтингов, в принципе, ничего сложного. Все вполне логично. Но, учитывая, что серебряная ставка довольно такая интересная вещь, то есть, если вы поставите на матч, за который вы не получите ни одного очка, то есть, ни 10, ни 30, не угадайте ни исход, ни счет. Ну, соответственно, ваша серебряная ставка пропадет. Потому что 0 умножить на 0 будет всегда 0. Здесь просто необходимо понять, что необходимо выбирать наиболее такие матчи, которых вы уверены. Хотя, впрочем, опять же, тактика у каждого своя. И вот именно данная вещь, такая вот как серебряная ставка, принесет большое разнообразие. Вы сможете напрямую, они как-то косвенно влияют на свои ставки. Пойдем далее. Сейчас мы рассмотрим пример в первом туре, к примеру, как у нас происходила ситуация. Вот у нас имеется 10 матчей, на которые необходимо сделать прогнозы. Я взял некоторых игроков, 7 штук, которые мне попались. И на примере их ставок я сейчас попробую конкретно уже показать вам, как происходит расчет. Я предположил, что каждый из них сделал еще и серебряную ставку, но это я сделал абсолютно случайно, чтобы никому не было обидно. Итак, для начала мы рассчитываем рейтинг. Вот, собственно говоря, его формула. Рейтинг для первого матча. Мы считаем число тех, кто ставил на этот матч, а это 7 человек. Делим на число угаданных исходов, а такой угаданный исход у нас всего один, у игрока Гаррета. Плюс количество угаданных счетов. Таких нет. И вот по этой формуле рейтинг этого матча будет 7, что, в общем-то, довольно много. В принципе, не довольно, а очень много. Таким же нехитрым способом мы считаем рейтинг второго матча. Здесь уже угаданных исходов 4. И по формуле это будет равняться 1,8. Приблизительно. Рейтинг третьего матча, учитывая, что было угадано 2 исхода и 3 счета, 1,4. Ну и вот таким способом мы рассчитали тоже и четвертый рейтинг. Но на него никто не дал правильного ответа, скажем так. То есть никто не угадал ни исход, ни счет. 7 делить на 0 вообще-то это бесконечность, да, там куча всего, это математика. Но по сути, если никто не угадал, значит, никто за четвертый матч не получит очков. Рейтинга у него нет. У пятого матча рейтинг 2,4. У шестого рейтинга также нет. У седьмого, учитывая, что два исхода и один счет угадан, рейтинг 1,4. У восьмого рейтинг 1, потому что угадано все семь исходов, но тем не менее среди них ни одного счета правильно не названо. Девятый матч имеет рейтинг 1,8. Ну и последний, как вы видите, шесть исходов и один счет даже угадан верно. Матч имеет рейтинг 0,8. Ну а сейчас, собственно говоря, начнем расчет очков. Как видите, уже у каждого игрока расставлено количество очков, которые, по идее, он должен получить, то есть за правильно угаданный исход по 10 очков, за правильно угаданный счет по 30, ну и 0 там, где ничего не угадано верно. Да, собственно говоря, сами очки, как вы видите, вот считаются так, как мы уже говорили. То есть результату умножить на рейтинг. Начнем расчет. Супер Влад 10, то есть угаданный исход во втором матче, умножить на рейтинг этого матча, 1,8. 0 умножить на 2, в данном расчете, это я показал, что была сделана серебряная ставка, но она не сыграла, поскольку матч Блэкберн и Эвертон не был угадан в принципе ни счет, ни исход. 30 умножить на 1,4 это угаданный счет матча Волгер Эмпен Столк на рейтинг этого матча, который составляет 1,4. 10 умножить на 1 это угаданный исход матча Челси против Вест Бромвич на его рейтинг, который составляет 1. Ну и наконец 10 умножить на 0,8 это очки за матч Манчестер Юнайтед против Ньюкасла, в котором Супер Влад угадал 10, ой, пардон, угадал исход матча, получил 10 очков и умножая на рейтинг 0,8 этого матча мы получаем общее количество очков 78. Точно таким же образом считаем очки Джинолы. Так, Джинолы получают у нас тоже 78, несмотря на то, что ставки у него совсем другие. Как видите, вот уже пошло первое отличие от той системы подсчета, которую мы используем. У нас довольно часто, да, бывает такое, что совпадают очки, но в данном случае Супер Влад набрал бы 3, 4, 5, 6 очков, а Джинола всего 5. То есть на одну единицу у Джинолы было бы меньше. Но по этой системе у них количество очков одинаковое. Почему? Дело в тех самых рейтингах каждого матча. Поскольку так уж получилось, что, к примеру, Джинолы угадал исходы тех матчей, некоторых, рейтинг которых был больше, то есть которое угадало меньше народа, он получает вот такое количество очков. Итак, считаем Редмана. У Редмана, заметьте, серебряная ставка сыграла. И поэтому за матч Сандерлэнд против Бирмингем он получает не 10 умножить на 2,4, поскольку 10 это угаданный исход, а 2,4 это рейтинг, а в 2 раза больше очков, получив 108. Далее считаем Гарета. Здесь ситуация вообще очень оригинальная получилась, очков пока больше всего, несмотря на то, что угадано всего лишь 5 исходов. Серебряная ставка не сыграла, но тем не менее дело в том, что рейтинг первого матча 7, и игрок Гарет единственный, кто угадал вообще исход данного матча. Именно поэтому так и получилось много очков, 120. Но уберите в принципе мысленно этот матч, то есть от 120 отнимите 70, и вы получите всего лишь 50, то есть меньше всех. То есть в принципе практически это вообще на самом деле справедливо, просто так уж получилось. Я не специально подгонял, так вышло, что первый матч оказался вот так редок в прогнозировании, и его исход был угадан верно. Далее. Спайк. У спайка 46 очков, ситуация пока самая худшая, но зато сыграла серебряная ставка. Вот опять же так уж получилось, что не так много исходов и рейтинг матчей, по которым был угадан исход, не слишком велик, поэтому 46 очков всего. Влад получает 86 очков, и его серебряная ставка, кстати говоря, сыграла. Дала ему вместо 10 умножить на 1, то есть, ну, вместо 10 очков получил 20. Ну и наконец ровер. Ровер, как видно, по очкам занял первое место в данном туре, поскольку у него сыграла серебряная ставка на матч, которым он угадал счет. То есть, это очень много. 30 умножается на рейтинг матча 1,8 и еще на 2. Что можно сказать в данном случае? Как видите, данная система расчета очень сильно разнообразит подсчет очков в Лиге прогнозов? Ну, просто угар это так получилось, то есть, у вашего покорного слуги так вот случайно сложилось, что у меня получилось куда больше очков, чем по идее должно было быть. Но, однако, даже вот данный случай с этим игроком указывает, что если вы один сделали удачный прогноз на тот матч, который никто не угадал, в принципе логично, что по идее вы должны получить за него больше очков. Ну, по крайней мере, по новой системе все именно так. Вроде все, что я хотел рассказать, я рассказал, даже привел пример. Спасибо за внимание, с вами был Гарат, следимся на форуме русских шпор, или в жизни, на выездах. Всем счастливо, до свидания.